В Конституционный суд Республики обратился житель Пестричинского района Муслим Гайнанов. Он просит местной власти выделить землю для расширения жилплощади. Уверяет, в нынешнем доме очень тесно. Ему не отказали, на дел предложили. Однако, не бесплатно. Примеющейся жилой площади недостаточно для нормального проживания. Позицию Гайнанова в зале озвучивает судья-докладчик. Сам Муслим Аюпович на слушание прийти не смог по семейным обстоятельствам. Ограничился лишь запиской. От своего заявления не отказывается. Дом для проживания действительно мал. Хотел построить побольше, но земли не хватило. За наделом обратился в исполком, но местная власть участок предложила выкупить. А это посчитал Гайнанов нарушение его конституционных прав. Предоставление земельных участков собственных граждан может осуществляться бесплатно в случаях, предусмотренных земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. В соответствии с указанным положением, земельный кодекс Республики Татарстан в статье 32 предусмотрел случай бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам. Право на жилье есть у каждого. Возможность получить участок прописана в земельном кодексе Татарстана. Но с одной оговоркой, безвозмездно сотки выделяют только из республиканских земель. К сожалению, земель, находящихся в государственной собственности Республики Татарстан, мало. Это в основном земли, зарегистрированные под зданиями государственными. Остальные земли, они принадлежат неразграниченной, ими распоряжаются муниципалитеты. И отсутствие таких земель, я думаю, обоснованно они отказали. Прокуратура приходит к выводу, что положение пункта 2 в статье 32 земельного кодекса Республики Татарстан не противоречит федеральному законодательству, не противоречит Конституции Республики. Кроме прокуратуры, эти слова озвучили и представители кабинета министров, арбитражного суда, Верховного, Минзема и президента Татарстана. Республиканские земли действительно дают бесплатно, но лишь немногим. Многодетным, религиозным организациям, героям Советского Союза или России в списке есть еще ряд льготников, но желающих жить в нормальных условиях, как просил Гайнанов, в этом перечне нет. Потому все участники процесса практически единогласно высказались, права пестричинца не нарушены. Но все же решать это только служителям Фемиды. Своё решение они вынесут через месяц. Эльмира Заляева, Арат Каюмов, Вести, Татарстан. Продолжение следует...